Алена Попова 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 поиска кадров и так далее. Тоже мы ищем эти вещи. Но моя большая боль, что когда я говорю про женское предпринимательство, мне присылают в день по там 200-300 проектов. Вы знаете, я хочу сделать сайт по фэшн, я хочу сделать новый модный фэшн-журнал, я хочу сделать сайт, в котором что-то... Я не могу сказать нет, потому что у меня у самой самый крупный в Рунете ресурс социального шоппинга. Я не могу сказать, что это плохо. Но я могу сказать, что это не единственное, в чем женщины преуспевают. В аналитике по электронной коммерции в основном проектами руководят женщины, делают мужчины. Это надо учитывать. Но все равно основной поток проектов этого типа фашизм-ком. Здесь приведен фашизм-ком, потому что тоже уникальная история. Его основала девушка, когда ей было 22 года. Она стояла в магазине, она американка, не знала, что ей надеть. Она сфотографировала себя на мобильный телефон, выложила это в сеть. Так родился проект по подбору луков. В этот проект очень долго входили разные фонды, долго не могли понять, надо или не надо. Вот она получила инвестиции в 2010 году, приезжала к нам в Москву, рассказывала. И фактически с нолем, вот на данный момент, где-то месяц назад запустила свой интернет-магазин и уже вышла в плюс с этим интернет-магазином. Доказав, что консюмерская аудитория женщины очень лояльна ко всему, что делается на площадках, к которым она привыкла. Это тоже уникально, потому что мы посчитали средний маркетинговый кост на мужчину, это порядка 2-2 долларов. Это очень дорого. Средний маркетинговый кост на женщин это 0,2 доллара. То есть нас с вами купить гораздо проще. Это те проекты, которые существуют во всем мире по объединению женщин-предпринимателей в сфере IT. Вот тот проект, который Women 2.0, он и был причиной, почему мы сделали стартап Women в России. Что такое Women 2.0? Это в Сан-Франциско раздолбанный ангар, где по ночам, начиная с 9 вечера до часу ночи, собираются сумасшедшие женщины, которыми руководят потрясающе успешные предприниматели. И за неделю, так называемый Founders Friday, они рожают некий проект, в который потом должны вроде как вложить деньги. Вроде как вкладывают, потому что за последний год порядка где-то 16 миллионов было вложено в такие проекты. Они Women 2.0 не собирают свой фонд, то есть сами они не вкладываются в проекты. Но зато они уникальный мостик между женщинами разных стран мира в предпринимательстве. Мы сделали такую же модель в России, мы ее опробовали. Я могу сказать, что она крайне успешна, потому что мы с вами друг о друге ничего не знаем. Поэтому стартап Women, он помогает делать три вещи. Он образовывает, дает навыки финансовой грамотности, предпринимательство, как угодно это называйте, такие бизнес-курсы. Мы создаем бизнес-сеть, то есть женщины по всей России, более того, теперь уже по всему миру, потому что сайт на трех языках, начинают друг друга узнавать и вкладываем деньги. Сейчас мы совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации проводим при саммите АТЭС большую секцию женщин в глобальной экономике. Как это ни странно, но это тоже очень актуальный тренд. И 21-22 числа проводим стартап Human Forum в России, куда придут успешные женщины-инвесторы, одни из тех, кто входил в наш фонд, и успешные тоже кейсы, практики на российском рынке по женскому предпринимательству. Если кто жаждет приехать, приезжайте. Если кто не жаждет, то на сайте стартап Human будет прямая трансляция. Советую посмотреть, потому что весь форум будет построен не на теории, а на практике. Будут рассказывать об инструментах, как стать успешным предпринимателем. Ну, где найти инвестиции? Вот здесь вот действительно написана большая проблема, потому что только 2-5% в разных странах по-разному женских проектов получают инвестиции быстро. Расскажу вам свой собственный экспириенс. С одной стороны, я предприниматель. На часть своих проектов я получаю деньги, привлекая их. То есть вкладываю 30% своих и 70% получаю. С другой стороны, я инвестор. То есть на те деньги, которые у меня получаются с прибыли в мой стаб-фонд, я вкладываю в другие проекты, в которые верю. Такая проблема, когда ко мне приходят девушки, это было до того, как мы собрали свой фонд, и говорят, Алена, у меня есть потрясающий проект, вот вы же сама женщина-предприниматель, вот я хочу сделать. Я говорю, так, постойте, постойте, когда вы собираетесь рожать детей? Будут ли у вас какие-то проблемы? Я очень сомневаюсь, что вы нам подходите. Удивительно, потому что Startup Women прежде всего созданы, чтобы поменять и мои мозги тоже. Потому что в эту статистику попадаю я. Только 2% где-то, вот до Startup Women, на только 2-3% проектов, приходивших ко мне, получали деньги, если там есть женщины. Не дай бог, женщина-основатель, не дай бог, вся команда женщины. Сейчас у меня у самой 70% команды женщины. Уникальная вещь, практически все истории успеха на российском рынке, женщины, это те, у кого есть дети, есть один ребенок, кто умеет это совмещать. Пожалуйста, потрясающий пример Алиса Чумаченко, Game Insight, одни из самых популярных там производителей игр в российском сегменте интернета, но уже и даже на Западе, ставшие там фактически миллионерами за один день игры на бирже, выходе к инвесторам. Ну, собственно, я не очень люблю долго отнимать время, поэтому там даны все контакты, сайты, наша страница в Фейсбуке. Сейчас мы вошли в международную ассоциацию фондов, нишевых фондов, поэтому если вдруг есть проект, и к нам очень часто обращаются мужчины, это нормально, мы более того рассчитываем на то, что очень много будет мужчин, потому что ориентированные стартапы на женщин требуют вмешательства в определенной аналитике, которую никто не изучает. И сейчас мы договариваемся с высшей школой экономики, чтобы сделать аналитику по так называемому women's behavior, то есть поведение женщины при покупке. Например, открою вам уникальную вещь, вы знаете, что сектор электронной коммерции самый быстрорастущий. По аналитике, например, женщины чаще всего, это надо знать, покупают по четвергам. Среднее время, проведенное на сайте, это 3,5 минуты, у мужчины это 2 минуты, то есть это на 1,5 минуты больше, это очень существенно, то есть сколько человек сможет поглотить информации. Спонтанная покупка у женщин на 90% это причина совершения действия оплаты. Это тоже уникально, потому что это значит, что чем ярче и чем больше на вашем сайте предложений, call to action, тем более адекватно вы монетизируетесь. Поэтому, если есть какие-то вопросы, что смотрите трансляцию форума, задавайте мне вопросы, есть во всех социальных сетях. Я настаиваю на том, что я могу поспорить с каждым из вас, отдать пальцы на отсечение, что проекты, ориентированные на женскую аудиторию, это очень перспективная ниша, одна из самых перспективных, потому что попадает в два тренда. Это рост сектора электронной коммерции и рост мобильности, и при этом увеличение количества потребления на детей. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин